За большим столом зала заседания собрались те, кого именуют бизнес-леди. Глядя на улыбчивые лица, сложно представить, что каждая держит в руках собственное дело. Алексей Спаский отметил, что несмотря на большую занятость, они с успехом справляются с работой и являются хорошими женами и матерями. Занимаясь этим бизнесом и будучи эффективным, вы несете основную функцию женскую – это материнство, рожать детей и такие важнейшие функции, как его еще надо воспитать, борщ сварить, потому что мы любим борщ. И найти время на то, чтобы оставаться женщиной такой красивой, привлекательной, это тоже значит, что это время надо у чего-то украсть, у того же самого бизнеса. Мы вас очень любим, наша жизнь без вас ничего себе не представляет, и я это не стесняюсь говорить, что все самые безумные вещи, все подвиги и преступления, уж извините, мы совершаем ради женщин. Поэтому будьте счастливы, будьте красивы, будьте любимы. И вот с точки зрения бизнеса, пусть у вас все-все-все получается с наступающим праздником. В продолжении встречи Алексей Петрович предложил задавать вопросы. Стремительно развивающиеся события ситуации на Украине, конечно же, стали одной из главных тем разговора. Санкции против России не могут не волновать предпринимателей, но бизнес-леди не из робкого десятка. Я на свою веку, мне 41 год, прижила где-то, наверное, 4 кризиса, и все будет нормально. Видите, мы как бы все сживаться, ловли, бизнес, а был и дефолт у нас, и пуч, и все, что угодно было, еще там пара вещей. Он немножко такой, как бы чуть-чуть замираем в него, потом кто быстро приходит в себя, он находит другие точки роста. Просто нужно быть мобильным и иметь мобильный мозг. И это еще раз подтверждает, что женщины-предприниматели натуры сильные и могут преодолеть разные кризисы. Женщины-предприниматели – это именно те, кто несет всю ответственность, всю финансовую ответственность, все на своих плечах, помимо того, что это и семейные обязанности, и сохранение очага, муж, дети, семья, это еще и бизнес. Это очень дорогого стоит. С огромным уважением относимся к вам. Поздравляем вас с праздником 8 марта. Это как раз те женщины, которые успевают заниматься и семейными делами, и рабочими. Поэтому хотел пожелать им здоровья, в первую очередь, счастья, ну и всего самого лучшего. И, конечно же, каждая участница встречи получила в подарок букетик тюльпанов. Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.